Последний раз флаг Соединенных Штатов Америки поднимался у офиса канцлера Германии здесь, в центре Берлина, ровно 4 года назад. В ноябре 2016-го Барак Обама приезжал сюда с прощальным визитом после победы на выборах Дональда Трампа. Сам же Трамп за все свои 4 года на посту президента США в столице Германии так ни разу и не появился. Больше того, как говорят в Берлине, именно победа Трампа на выборах 2016-го года стала для Ангела Меркель поводом остаться на посту еще на один срок. В качестве своего рода противовеса агрессивному американскому протекционизму и самоизоляции. Теперь же ожидаемый приход в Белый дом Джо Байдена будет означать возвращение к привычному партнерству между Европой и США, без хамства и оскорблений. Новость о победе на выборах Джо Байдена была встречена в Берлине с плохо скрываемым облегчением. Ангела Меркель поздравила Байдена одной из первых, подчеркнув важность сотрудничества Европы и США во времена глобальных вызовов. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел страны Хайка Масс также выразили надежду на улучшение отношений между двумя странами. В понедельник с заявлением об итогах выборов в США выступила Ангела Меркель. Каждые четыре года весь мир особенно внимательно следит за президентскими выборами в США. И вот граждане США вновь сделали свой выбор. Я поздравляю Джо Байдена от всего сердца с избранием 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Джо Байден обладает десятилетиями опыта как во внешней, так и во внутренней политике. Он прекрасно знает Германию и Европу. И я с удовольствием вспоминаю наши встречи и разговоры. Также сердечно я поздравляю будущего вице-президента Камалу Хэррис. Как первая женщина на этом посту и как дочь двух мигрантов, она вдохновляет множество людей и является примером американских возможностей. В отличие от Трампа, у Джо Байдена хорошие связи в берлинском истеблишменте. А в ходе предвыборной кампании он неоднократно подчеркивал, что восстановление испорченных отношений с Европой является одним из его приоритетов. В то же время некоторые старые споры останутся и при новом президенте. И среди них, конечно же, судьба газопровода «Северный поток-2». Ведь не секрет, что Байден настроен к России куда более решительно, чем в Дональд Трамп. Так что не исключено, что и новая администрация США не откажется от попыток заблокировать строительство газопровода. Не остались в стороне от американских выборов и немецкие ученые. Руководство авторитетного института по изучению проблем изменения климата в Патсдаме расценило победу Байдена как шанс на решительные шаги по ограничению выбросов парниковых газов. Как сказано в заявлении института, Джо Байден и Камала Хэррис могут приложить усилия к тому, чтобы направить мир на путь окончательного отказа от горючего топлива. Европейский Союз и Япония уже обязались к 2050 году достичь нулевого баланса выброса в атмосферу парниковых газов. Китай поставил себе эту цель к 2060 году. Если к 2050 году свой баланс сведут к нулю и США, то в результате четыре крупнейших экономики мира будут действовать в соответствии с наукой. Большинство американцев сделало выбор в пользу фактов, а не выдумок. Однако, несмотря на возможные разногласия, сам стиль общения между правительствами Германии и США должен вернуться в привычное русло взаимного уважения и партнерства. И это принципиальный для Германии момент отмечают в Берлине. Ведь Джо Байден считается надежным переговорщиком и сторонником традиционных трансатлантических ценностей. Продолжение следует...